Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». На новом свежезалитом асфальте стали вырезать керны. Это лабораторная норма контроля за проверкой скрытых работ по асфальтированию. Все результаты положительные. Заместитель главы города Петрозаводска Юлия Мизенкова принимала ход работ подрядной организации АБЗ «Дорстрой» на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской. Кстати, именно ее подпись стоит под многомиллионным контрактом. Она персонально отвечает перед городом за качество работ. Заместитель главы города Петрозаводска Юлия Мизенкова принимала ход работ подрядной организацией АБЗ «Дорстрой» на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской. На данном объекте ведутся работы подрядной организации АБЗ «Дорстрой» в рамках комплекса восстановительных работ по асфальтобетонному покрытию на нескольких объектах. То есть вот здесь сейчас производится разборка основания тротуара для того, чтобы в дальнейшем провести восстановление, в том числе, щепли и асфальтирование тротуара. И параллельно подрядчикам ведутся работы по асфальтированию Алоссинского шоссе. Там без тротуаров, там только ремонт асфальтобетонного покрытия улицы производится. После этого по асфальтированию дорог переходит подрядная организация на Первомайский проспект. Здесь приступает к разбору основания для подготовки тротуара для асфальтирования в том числе по Карла Маркса, затем на проспект Ленина. Также на ходе работ присутствовал депутат Петросовета Ольга Белко. Журналистов интересовало, как депутатский корпус участвует в проверке качества работ. По поручению председателя горсовета Батарчука Геннадия Павловича закреплены депутаты и общественные контролеры за контролем за ходом ремонта и дорог, и тротуаров. То есть они выезжают ежедневно вместе с администрацией, вместе с управлением городского хозяйства, оценивают укладку, контролируют, потому что, конечно, никому бы не хотелось, чтобы получилось так же, как было в отдельные годы, когда, к сожалению, контроль не осуществлялась и качество дорог оставляло желать лучшего. По национальному проекту безопасной и качественной дороги в Петрозаводске работает санкт-петербургская фирма АБЗ «Дорстрой». Сумма общего контракта – 332 миллиона рублей. В контракт входит замена асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров. Закончить работы подрядчик должен 31 сентября, как раз перед началом холодов и продолжительных дождей. Подрядчик, как говорят общественные контролеры, не позволяет себе работать в дождь. Принципиально компания идёт на отставание от графика, но только не работать в дождливую погоду. Сейчас есть графика первоначально подготовленного отставания, но связано в том числе с погодными условиями, потому что сейчас дождливый период, поэтому работы по сантированию затруднены. Контроль ведётся сотрудниками администрации на всех этапах работ, принимаются все этапы скрытых работ, в том числе подрядная организация укладывает щебень, трамбует, на этом этапе выходит, наши сотрудники проверяют, как это сделано. В дальнейшем будет лаборатория по контракту, которая будет уже непосредственно качество санта бетонного покрытия проверять, вырезая керны, после того, как оно будет уложено. Кстати, за приёмку общих работ будет отвечать как раз Юлия Мизенкова. За приёмку будут отвечать я, потому что я подписала контракт. По качеству был вопрос и к подрядчику АБЗ «Дорстрой». Мы выполнили ремонт дорог улицы Красноармейской, площадь Гагарина, Онежская набережная. Были отобраны пробы асфальтобетонного покрытия и уже получены результаты. Асфальтобетонное покрытие соответствует всем нормативным документам. Важный вопрос для петрозаводчан – это ремонт тротуаров. На улице Шотлана тоже сделаны тротуары. Карла Маркса в начале производства работ только подготовка. И в проспект Ленина ещё будут тоже тротуары. На днях на Петрозаводск обрушился аномальный ливень, как в народе говорят – ливанюка. Выпала за сутки, если не летняя, то месячная норма точно. Не везде выдержала ливневая канализация. Пострадал центр спортивной гимнастики, где произошло частичное залитие. Сильный ливневый поток попал в дренажную канализацию и напором воды выбило крышку дренажной системы, которая установлена внутри помещения. Залитие произошло непосредственно в бытовом помещении. Частично вода проникла внутрь гимнастического зала. В центре спортивной гимнастики произошло залитие частично в помещении центра. Произошло из-за того, что действительно сильный ливневый поток попал в дренажную канализацию данного помещения. И напором воды выбило крышку дренажной системы, которая установлена внутри помещения. Залитие произошло непосредственно в помещении бытового. И частично вода проникла и внутрь гимнастического зала. Сотрудники администрации Петрозаводска, Центра ремонтно-строительных услуг и службы заказчика выезжали на место для того, чтобы оценить причину произошедшей ситуации. Как раз-таки это было выявлено. И по мнению Центра ремонтно-строительных услуг, это наше муниципальное учреждение, все-таки в момент монтажа вот этой вот системы дренажной герметично была установлена крышка или клапан, который зафиксирует напор воды в том числе. И поэтому вот такая ситуация произошла. Работы сотрудников спортивной школы, детей, занимающих здесь, в течение нескольких часов, вода была убрана. На сегодняшний день мы проводим работы по просушке спортивного инвентаря. И считаю, что через несколько недель зал будет высушен, а определение ущерба, нанесённого в процессе поникновения воды, будет определять специальные комиссии. На сегодняшний день учащиеся находятся на каникулах. Занятия не проводятся. Зал и так стоял, да? Так точно. Скажите, пожалуйста, ваша оценка, оборудование пострадало серьёзно или нет? Ну, во-первых, я думаю, что это всё-таки решит комиссия. Но на первый взгляд, я думаю, что серьёзного может быть ущерба и нет, но ущерб всё равно будет ощутим. То есть это всё выяснится в процессе тренировочном. То есть как он высушится, просушатся вот такие вот маты толщиной 20 сантиметров. А так вот будем смотреть, время покажет. У нас в Карелии не так много подобных уникальных спортивных объектов. Поэтому и администрация Петрозаводска, и персонал центра так дорожат зданием, построенным на федеральные средства. Здесь важно сказать, что спортивная школа обслуживает около 300 детей Петрозаводска. Не каждый дюж собрал такое количество участников. На этом сегодня всё. Спасибо. До свидания.